Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшней программы – почему возникает атеросклероз и как с ним бороться. У нас сегодня в студии Леонид Витальевич Глушенко. Это врач-эндоваскулярный хирург Ульяновской областной клинической больницы, кандидат в медицинский наук. Очень рад вас видеть, Леонид Витальевич. Спасибо большое, Павел. Мы уже не первый раз в нашей студии, поэтому сегодня, я думаю, такой будет очень продуктивный разговор. Леонид Витальевич, вообще, сам термин атеросклероза еще в 1904 году Феликс Маршин, немецкий ученый, он такое понятие ввел. То есть он подразумевал под этим состоянием как раз утолщение стенок сосудов, образование бляшек. То есть практически очень давняя история этого состояния или заболевания. Сейчас, конечно, мы уже понимаем, что этот атеросклероз поражает сосуды, артерии. В основном это и крупные, и средние, и мелкие. И ведет к каким-то последствиям, тоже очень печальным, если его не предупреждать, если его не лечить. Поэтому мы сегодня как раз на эту тему с вами поговорим. Давайте начнем с того, что такое атеросклероз, и кто чаще им болеет. Мужчины, женщины, может быть, возрастной какой-то ценз в нашем регионе, в статистику приведем, и может быть, в целом по стране и в мире. Да, большое спасибо за вопрос, Павел Сергеевич. Но здесь мы будем исходить, во-первых, от того, кто, в принципе, может быть подвержен атеросклерозу. Как мы с вами знаем, как мужчины, так и женщины могут быть поражены им. Прежде всего, мы отмечаем то, что мужчины чаще всего поражаются. Все-таки чаще, да? Все-таки чаще. И если мы будем брать соотношение между мужчинами и женщинами, то порядка 75% мужчин в целом поражают атеросклероз. И порядка 48% атеросклероз поражает женщин из всей популяции. И при этом мы также должны сказать о том, что, в принципе, заболевание атеросклерозом начинается с 35 лет, и манифестация проходит уже в 55-60 лет. Но мы отмечаем то, что именно симптомы начинаются в это время, то есть в 55-60 лет. А так, до этого он проходит вообще бессимптомно, и очень сложно определить, у кого из нас может быть атеросклероз. Также стоит сказать о том, что атеросклероз, вообще сам патогенетический процесс, он основан как на генетическом факторе. Мы с вами тоже в последнее время все больше и больше отмечаем. Да, про наследственность говорим. Да, про наследственность говорим. А также о том, что с каждым годом все больше и больше находят полиморфизмов, которые связаны именно с атеросклерозом. То есть, по сути дела, это очень комплексное заболевание. Нельзя сказать о том, что то или иное, например, какой-то рисковый фактор здесь, он лежит в основе атеросклероза. Но в целом очень много разных самых факторов, как курение, лишний вес, сахарный диабет, потом возраст, конечно же, он также лежит в основе атеросклероза. Но в целом, если мы говорим именно про процессы, которые внутри находятся нашего организма, мы отмечаем о том, что основным фактором, конечно, является это отложение, как многие наши, наверное, телезрители знают, плохих бляшек, тех же самых липопротеидов низкой плотности. И затем, которые, когда они накапливаются, по сути, они начинают перекрывать просвет сосудом. Да, и таким образом орган, который питает этот сосуд, остается без его питания. И в будущем это у нас приводит, если мы говорим, например, о сердце, к инфарктам, в голове инсульты. И, соответственно, например, даже мы будем говорить не только об органах, например, та же почки, печени, все остальное, но и, например, сосуды нижних конечностей, верхних конечностей. Потому что мы также в своей практике видим о том, что многие, например, мужчины, да и женщины, они приходят к нам с поражением, например, нижних конечностей. И у них, конечно, может быть, нету таких вот грозных, явных каких-то явных, да, вот таких вот явных болезней, как инфаркт, инсульт, ишемия сердца. Но в том числе у них, в общем-то, мы видим проблемы с тем, как они ходят. У них боли в ногах появляются. И в дальнейшем этого может вообще в целом привести компутация нижних конечностей. И тут еще многие, наверное, наши телезрители зададутся вопросом. А что лучше, например, здесь жить без ноги, например, или внезапно слечь от инфаркта или от инсульта? Мне кажется, это в том числе такие равнозначные понятия для современного человека. Потому что все мы работаем, и работаем достаточно много. Нам надо быть, в общем-то, в строю и в хорошем здравии. Леонид Витальевич, ну вот все-таки вы уже так немножко упомянули, да, вот картина, вот как выглядит пациент с атеросклерозом, ну такой возрастной, скажем, да. То есть понятно, что идет бессимптомно. Тогда на первых парах, то есть там в 35, в 40, даже сегодня начинается этот процесс, мы ничего не увидим. Даже там, даже обследую его там, ну какие-то, может быть, уже колокольчики такие будут, да, но тем не менее. А вот все-таки есть какая-то явная картина или какие-то симптомы могут появиться, когда вот пациент должен насторожить, и он должен обратиться к врачам. Да, конечно же. И мы здесь говорим о том, какой орган поражает атеросклероз, даже какие сосуды поражают. Если мы говорим, как до этого уже начали, о сосудах сердца, то, скорее всего, мы будем обращать внимание на боль в области сердца, на дышку. Если же, соответственно, у нас проблемы, например, с церебральными артериями, то есть сосудами головного мозга, здесь могут быть нарушения головной деятельности. То есть голокружение, шум в голове, главное боли, да? Может быть, там, ну, кто-то говорит, конечно, о кратковременной потере памяти, но это мы тоже будем обращать, да, о том, какие все-таки сосуды поражают. Это тоже нас можно насторожить, да, уже? Да, все что угодно, собственно, можно насторожить именно нарушение, как раз здесь функция нашей головной деятельности, церебральной деятельности. Но и кроме этого, опять-таки, если мы будем говорить о других органах и сосудах, например, нижних и верхних конечностей, то это могут быть боли, соответственно, после или во время физической нагрузки, если куда-то человек идет, и у него начинается, в общем-то… Ну, как перемежающая хромота такая… Да, абсолютно верно вы говорите. Именно перемежающая хромота у нас будет здесь, в общем-то, скажем так… Проявляться одна симптоматика. Проявляться, да, такая симптоматика. Но, кроме этого, мы, опять-таки, не забываем о том, что и болезнь может быть бессимптомной. Потому что вот в моей практике я очень четко помню случаи, когда, например, к нам приезжали, ну, лично даже ко мне приезжали пациенты в 25 лет, в 27 лет. Последний раз я тоже обратил внимание на пациента, в 37 лет приезжал, который внезапно, в общем-то, хорошо себя чувствовал, а потом у него возник инфаркт, и он приехал, у него там, в общем-то, и тромбоз, и стеноз сосудов коронарных мы обнаружили. И таким образом пришлось этому человеку, в общем-то, имплантировать стенд и спасать его от неминуемой гибели. Ну и кроме этого, особенность, наверное, о которой мы с вами в будущем поговорим, это о том, как вообще прийти к этому, я думаю. Как часто нужно определять уровень, ну, у нас телезрители все грамотные уже сегодня, вот, поэтому они все это знают. Вот общий холестерин, насколько важен этот параметр, как часто его нужно делать, и давайте, раз уж мы заикнулись, да, липопротеиды низкой плотности, да, ну, и высокой плотности. Низкой, конечно, это, как говорится, так, плохой, да, плохие липиды, да, высокое – это хорошие, да, вот, как часто нужно их определять, насколько они показательны, и что с этим влечет дальше. Конечно же, это очень важные, в общем-то, диагностические факторы, которые необходимы… Скрининговые, наверное, даже можно сказать. Да, да, для… очень важные для диспансеризации. Да, да, я только думал, я так и понял. В общем-то, для того, чтобы понять, как дальше поступать и как жить тому или иному пациенту. Если мы говорим именно об общем холестерине, я думаю, что это, наверное, такой основной базовый фактор, который необходимо проверять пациентам, нашим зрителям с 50-55 лет, если у них не было как раз-таки в их… Ну, в анамнезе даже. В анамнезе, да. Я даже не про анамнезе даже, а в наследственности. В наследственности, да. Как раз-таки не было у них людей, родителей, детских, бабушек. Акетирование же проводится. Это все выявляется, все выясняется. Да, да, с атеросклерозом, с заболеваниями сердца, головы. Таким, если у них нет, соответственно, с 50-55 лет. Если же есть такие родственники, тогда я бы посоветовал нашим телезрителям или зрителям в интернете, которые будут смотреть, в общем-то, начинайте измерять данные параметры намного-намного раньше, где-нибудь даже в 40 лет, в общем-то. Что касается липопротеидов низкой плотности, мы уже начали говорить, что их часто называют плохими холестеринами, соответственно, плохими жирами, которые есть в организме, которые как раз-таки ответственны за атеросклероз, в том числе, в общем-то, потому что сейчас тоже есть много теорий о том, на самом деле он здесь виноват, или как раз-таки отношение между липопротеидами высокой и низкой плотности здесь сказывается. Это отдельная, в общем-то, дискуссия, наверное, будет выделяться под эти как раз-таки вопросы. Здесь мы будем говорить о том, что как раз-таки мы смотрим липопротеиды низкой плотности, если у нас уже общий холестерин повышен как раз-таки. То есть мы начинаем наш скрининг, диспансеризацию с того, что мы смотрим как раз-таки холестерин и видим проблему, которая может быть у пациента. И тогда мы начинаем уже копаться. К следующей ступени уже на следующий этап. Да, копаться, идти на следующий этап, переходить на следующий уровень. И как раз-таки глубже-глубже проникать в эту проблему и смотреть, есть ли на самом деле у нас поражение атеросклеротическое. Как раз таки, если мы выявляем большой уровень липопротеидов низкой плотности, тогда мы уже думаем о следующем этапе. Это, например, ультразвуковые исследования сосудов нижних, верхних конечностей сосудов, да и просто, в принципе, ультразвуковое исследование сердца, для того, чтобы понять ее сократительную способность. В том числе мы можем посмотреть артерии, магистральные артерии головы, что тоже немаловажно, этот параметр может… Очень доступный метод, кстати, да, абсолютно. И, в общем-то, проблема в сосудах… Входит как раз в второй этап специализации. Да, и это как раз к профилактике инсультов, по сути дела, у нас. Поэтому вот эти вот все методы обследования, они доступны, они малоинвазивны, и, в принципе, любой человек может прийти, посмотреть о том, как себя он сейчас чувствует, пройти все эти исследования и понять, что ему уже делать дальше. И что самое важное, ведь мы из программы в программу говорим, диспансеризация занимает всего 30-40 минут. Конечно. Вот просто нужно найти время, прийти, не очередей, ничего. То есть есть отделение медицинской профилактики, есть центр здоровья, да, кабинеты медицинской профилактики. То есть эта вся вот эта структура, она работает именно вот на такой скрининговый метод, который именно позволяет выявить на ранних стадиях, заподозрить, да, проявление атеросклероза, который действительно, если не выявлять, то это потом печально, последствия, мы уже об этом сказали. Ну вот человек прошел диспансеризацию, у него выявилось, значит, вот изменение атеросклероза и так далее. То есть вот какие еще методы, ну вы отчасти уже сказали, но все-таки вот какие еще методы диагностики могут быть именно вот у нас в Львовской области, так прямо поставлено очень на широкую ногу, да. То есть я знаю, что у нас обмен опытом идет, да, с другими. Мы уже сами можем учить, да, даже другие регионы. В какой-то степени, я знаю, что такое большое уважение к нам, как вот к эндовескулярной тоже вот эти, как говорится, хирургии и так далее, так далее. Вот давайте об этом поговорим, вот о диагностике именно. Да, как мы с вами уже начали общаться, то есть мы начинаем все с малоинвазивных методов исследования и идем по той самой лесенке. Сначала начинаем смотреть, в общем-то, анализы крови, дальше мы переходим на ультразвуковые исследования и, соответственно, смотрим, как там человек может себя вести. Дальше мы можем чуть-чуть усложнить, то есть перейти на компьютерную томографию, например, на магнитно-резонансную томографию вместе с контрастом. Абсолютно, конечно. Абсолютно, конечно. Шагово доступно сейчас абсолютно это все. Да, я только могу с вами согласиться. И здесь как раз-таки мы с вами уже можем увидеть, они все равно малоинвазивные методы исследования, даже компьютерной томографии, даже с контрастом, как раз-таки для того, чтобы понять, опять-таки, даже скринингово о том, что у нас, например, у кого-то есть проблема в сосудах, а дальше уже, соответственно, для того, чтобы уточнить этот анализ, либо, например, посмотреть коронарную артерию, если человек уже действительно беспокоится по поводу своего состояния здоровья, видит, что у него есть боли в области сердца, что ему бы по-хорошему дальше продолжить свое обследование, уже переходить на этап эндоваскулярной хирургии, как раз-таки представителем которой я и являюсь. А часто привлекается именно к эндоваскулярной хирургии в последствии этого лечения? Но, опять-таки, мы здесь отсеиваем пациентов, то есть маршрутизация происходит, тех, кому надо, кому не надо. Это всегда человек, прежде всего, идет к своему терапевту по месту жительства. Соответственно, он смотрит свое состороннее состояние здоровья, ему советуют обратиться к кардиологу, записывают его, либо кардиолог, соответственно, опять-таки по месту жительства, либо его направляют, например, опять-таки к нам в больницу, как вариант, в областную больницу, для того, чтобы продолжить это исследование. Ему проводят все эти тесты, про которые мы с вами говорили, обследование, смотрят его факторы риска, опять-таки, стратификацию, то есть оценивают его состояние здоровья. То есть, маршрутизация, все четко построено. Да, и после этого как раз выделяют тех пациентов, которым необходима ангиография. Опять-таки, повторюсь, чаще всего к нам попадают даже мужчины, потому что хочется даже подчеркнуть на протяжении всего нашего разговора, что мужчины чаще всего страдают, опять-таки, и болеют они из-за того, что очень, в общем-то, спокойно относятся к проблемам своего организма, не делают на это акценты. В итоге это все у нас переходит к такой уже достаточно запущенной патологии, к большой проблеме, которую уже необходимо потом лечить как раз-таки хирургически. И вот после того, как мы проводим наши ангиографические исследования, буквально же в тот же момент, если мы даже не заподозрили, увидели уже, потому что ангиография – это вообще золотой стандарт исследования для выявления атеросклероза в сосуде. Ну, все видно, просвет, и все, насколько степень выраженности. Именно, именно. И когда мы видим проблему порядка сужения сосудов больше 60-70%, мы понимаем о том, что, и опять-таки, у него есть уже клиника у этого человека, мы понимаем о том, что необходимо его дальше лечить хирургическим путем, а именно, например, если мы говорим об эндоваскулярной хирургии, и у нас локальные… К стентированию подошли мы, да? Да, абсолютно, да, верно. И у нас есть локальные, то есть, ну, ограниченные, скажем так, атеросклеротические бляшки, мы туда можем поставить стенды, те самые специальные пружинки, которые раскрываются внутри бляшек, раскрывают наши артерии… Просвет артерии, просвет артерии, и восстанавливают кровоток. Да, и после этого как раз-таки человек чувствует себя намного-намного лучше, у него уходят боли, и он, в общем-то, готов дальше к труду и обороне. Потому что еще раз хочется подчеркнуть, потому что, я думаю, тоже у людей могут возникнуть вопросы, а когда можно приступить к рабочей деятельности. Но как раз-таки тут вопрос к реабилитации, где-то он занимает от двух до четырех недель после операции. Быстро довольно-таки, да. Да, и при этом это даже в большей степени касается пациентов уже после инфарктов, инсультов. А пациенты, которые поступают планово, они даже быстрее могут начать свою трудовую деятельность. Хорошо. Леонид Витальевич, ну вот мы настолько сейчас обрисовали муштизацию пациента, да? То есть все четко. Вот я даже рад тому, что мы действительно все по полочкам так разложили, чтобы наши телезрители поняли, что, в принципе, медики сами решают индивидуальный подход, да, индивидуальный подход к каждому. И все решается вот в зависимости от того, какое обследование, какие виды лечения и так далее. То есть, потому что зачастую иногда пациент приходит и говорит, вот я хочу там ЭКТ, я хочу там МРТ пройти. То есть, ну, понятно, что желание-то, конечно, надо учитывать, да, но все-таки здесь должен решать врач необходимости этих исследований, да, потому что все-таки это даже вот диспансеризация, она начальный этап, да, есть второй этап, вы все это рассказали. Поэтому, то есть просто позаботиться о себе, о своем здоровье. Просто прийти к врачам, да, прийти по месту жительства к врачу-терапевту, вот, и пройти диспансеризацию. Если есть какие-то жалобы, то все разберется, да, по полочкам, как говорится. Муштизация четко вся обрисована, да. То есть тут абсолютно никаких, и самое главное, что доступность все это есть, да. Вот, Леонид Витальевич, ну, давайте, если вот уже мы сказали, давайте для телезрителей скажем вообще уровень холестерина в норме и липопротеиды, да, просто я понимаю, что это вообще медработник, да, должен читать все это анализы. Ну, пусть наши телезрители тоже знают, хотя бы какие-то критерии, цифры, чтобы, может быть, с большей охотой придут на диспансеризацию, да. Да, ну, конечно же, здесь мы больше всего будем говорить именно о липопротеидах низкой плотности, потому что именно они, по сути дела, будут, скажем так, фактором, который нас может уже вовлечь в дальнейшее лечение таких пациентов, потому что все-таки хочется отметить, что общий холестерин, да, конечно, он показатели проблемы, но все-таки пациенты лучше должны слушаться, врача, кардиолога, к которому они пришли. И если, соответственно, дальше это все у нас развивается, и мы приходим уже к лечению тех или иных проблем, то мы говорим о липопротеидах низкой плотности, они должны быть на уровне порядка 3 ммоль на литр. Поэтому здесь мы, опять-таки, смотрим именно на данный параметр и в дальнейшем оцениваем в том числе состояние человека, опять-таки, его боли, его, в общем-то, анамнез, потому что мы всегда, разумеется, очень внимательно подходим к нашим пациентам, стараемся, в общем-то, разговаривать с ним, понимать, в принципе, что именно его беспокоит, и даже если мы увидим, что у него нет проблем с сердечно-сосудистой патологией, мы будем, в общем-то, смотреть и копать в ту сторону, что, может быть, у него есть какие-то другие проблемы, с чем он пришел к нам, и вылечить его, соответственно, от того, с чем он к нам поступает. Детальше, ну вот общий холестерин все-таки вот такой, скрининговый метод, он показательный все-таки для медработников, чтобы потом дальше двигаться уже, да? Конечно, конечно. Вот давайте все-таки скажем, вот, ну, общий холестерин, как правильно к нему готовиться, к этому анализу, да, то есть накануне что нужно, да, утром как нужно себя вести, как говорится, да, и все-таки какие цифры общего холестерина должны насторожить? Я понимаю, что вы подвели к тому, что иногда даже, может быть, надо еще раз повторить, да, то есть назначается лечение, и еще раз холестерин надо общий даже повторить, чтобы прежде чем назначать даже липидный профиль, как говорится, липидный спектр, правильно? Да. Вот, поэтому давайте все-таки вот общий холестерин, скажем, какие цифры, да, в норме должны быть, и как к этому анализу готовиться? Павел Сергеевич, я все-таки здесь отмечаю то, что мы должны именно смотреть на липопротеиды. Все-таки низкая плодость, хотите к этому все-таки, да? Да, все-таки здесь мы должны отмечать, что, да, холестерин... По одному холестерину мы... Да, мы понимаем, ориентируемся, мы здесь, в общем-то, скажем так, на этот параметр, разумеется, должны смотреть, обратить внимание, его мы не должны, в общем-то, куда-то игнорировать, да, но все-таки давайте будем говорить о том, что мы здесь разбираем именно проблемы атеросклероза, и пациенты, которые будут поступать к нам с дальнейшими, в общем-то, своими проблемами, они должны ориентироваться на липопротеиды низкой плотности. То есть липидный спектр. На липидный спектр, да. Разумеется, холестерин, первый этап, это все, безусловно, должно быть. Ну, как и сахар, и холестерин. Как и сахар, да. Разумеется, не без этого. Но мы должны отмечать те параметры, которые будут говорить уже о той проблеме, которая есть у пациента. То есть это больше даже показатель такой для врача, вот это общий холестерин. Именно, да, именно для врача, да. Потому что мы можем ввести в заблуждение пациентов, и этого не хочется делать. Поэтому давайте, в общем-то, пойдем в эту сторону. Понятно. То есть получается, вот я как раз к этому хочу подвести, чтобы телезрители наши поняли, что вот они сдали анализ во время диспансеризации, даже если холестерин, например, 7 или 8, и так далее, да, то есть не нужно никакой паники, не нужно никакого абсолютно… И даже вот некоторые там говорят, а назначим лечение, да, какое лечение, у меня же там высокий холестерин, давайте там дальше… То есть это показатель больше для медработника, чтобы дальше обследовать, как вы говорите, липидный спектр. Конечно. Леонид Витальевич, давайте с вами прям уже подвели к таким препаратам замечательным, да, как статины. Когда они назначаются, значит, насколько… Ну, бытует такое мнение, что они все-таки должны, во-первых, назначаться под контролем, это однозначно, да, вот. Даже не мнение бытует, а на самом деле так и есть, да, но вот какие нужны исследования дополнительные, чтобы контролировать их воздействие на другие системы организма, да, потому что препарат все-таки серьезный, и если он назначается, мы говорим, что он назначается, в принципе, пожизненно, правильно, вы, наверное, об этом сейчас скажете, или хотя бы на длительный период времени, давайте вот об этом поговорим. Да, конечно же. Хотелось бы уточнить, опять-таки, почему мы делали в том числе акцент на липоприды в низкой плотности, и вы в том числе правильно сказали о том, что эти параметры больше всего для врача, что даже если мы видим и увеличение липоприды в низкой плотности, это не значит, в конце концов, что у пациента уже есть атеросклеротические пляшки, и то, что он обязательно у нас, в общем-то, в дальнейшем будет подвержен хирургическому лечению, и надо этого бояться. Нет, абсолютно нет. Мы, в общем-то, смотрим как раз-таки проблематику, которая может привести к дальнейшим, скажем так, уже более крупным проблемам, как инсульты, инфаркты, другие виды, в общем-то, заболеваний, связанных с сосудами. И здесь как раз-таки мы видим гиперхолестериномию, то есть увеличение тех самых вот холестеринов, липоприды в низкой плотности, и тогда мы начинаем уже назначать те самые статины, про которые вы уже начали говорить. И сейчас стоит отметить, что таким, наверное, самыми современными, последними статинами является розовый статин, конечно же, которые сейчас прошел клинические исследования Юпитер, Сатурн, показали, в общем-то, то, что они являются не только безопасными, но и высокоэффективными, в том числе и отмечаются, в общем-то, и уменьшение тех самых холестериновых бляшек, атеросклеротических бляшек, которые есть у пациентов после назначения розового статина. В целом, вообще, эти препараты очень-очень хорошо знакомы, давно, в общем-то, исследованы, потому что, в целом, первое применение данных препаратов датируется еще в 80-ми. Когда пришли первые клинические исследования, 4С на тот момент, и показали даже на тот момент свою высокую эффективность, а уже препараты последнего поколения, они, в общем-то, являются наиболее безопасными, эффективными, которые пациенту стоит уже принимать на протяжении всей своей жизни, если, соответственно, мы их назначили для того, чтобы снизить вообще риски таких страшных, серьезных заболеваний, как инфаркты и инсульты. Биохимические какие-то параметры, функции печени надо смотреть? Тоже, вот, предназначение статина, да, все-таки? Но это уже врач решает, да? Да, опять-таки, хочется сказать, что… У меня тоже есть и родственники, и хорошие друзья, знакомые, и в том числе они любят, да, принимают статины, и часто они тоже задаются вопросом как раз-таки безопасности, побочными эффектами, и у них возникает вопрос, например, не буду ли при применении такого длительного, скажем так, периода данных препаратов, статинов именно, не будет ли каких-то других у меня проблем, не будет ли, например, у меня других заболеваний, связанных. Ну да, просто когда долго принимать препарат, всегда человек немножко, да, вот когда говоришь по жизни или там длительное время, немножко настораживает, конечно. Да, потому что в целом, если мы будем говорить о побочных явлениях, конечно же, если мы возьмем инструкцию и прочитаем, их достаточно много указано, как о любом препарате, который долго исследовали, уже несколько десятилетий, по сути дела. Ну и даже хорошо, когда много указано. Конечно, это, в принципе, значит, он хорошо исследован, изучен и знает, как, в общем-то, бороться со всеми этими побочными явлениями. Это там и, в общем-то, возможность увеличения сахара, манифестации сахарного диабета, это могут быть и судороги и так далее и тому подобное. Но стоит обратить внимание, что процент таких побочных эффектов это менее 0,1%. И в сравнении с риском, если не принимать препараты... Да, о чем я и веду, в принципе. Если мы сравним эти риски между побочными явлениями препарата и, собственно, теми самыми рисками атеросклероза, которые могут в будущем возникнуть, конечно, я думаю, что здравый человек выберет именно риски. Ну, то есть надо просто пациента убеждать и просто говорить об этом. Даже не убеждать, а ему рассказывать, показывать на самом деле статистику, рассказывать о том, что его ждет и как это можно, в общем-то, устранить. Что никаких здесь проблем, ужасов или рисков нет. Поэтому мы всегда об этом говорим, что должны быть абсолютно доверительные отношения. Особенно, если участковый терапевт знает свой участок, своих пациентов. И уже мы не раз сейчас говорили, что образ жизни влияет, и наследственный фактор влияет, и генетическая предрасположенность. Мы же не говорим, что атеросклероз прямо передается. Но предрасположенность к этим всем явлениям передается. Леонид Витальевич, ну и уже по такой доброй традиции, может быть, какие-то добрые советы, может быть, и как от доктора эндоваскулярного хирурга, и просто как от человека. Знаете, мы, наверное, с вами встречались где-то год или два года назад, но мои советы, рекомендации остались теми же. Прежде всего. Прежде всего, я, конечно, хотел бы подчеркнуть, потому что все пациенты, которых я вижу, все, в общем-то, факторы риска, которые присущи, они, в общем-то, давно известны. Это курение, это… Нерациональное питание. Нерациональное питание. Двигательность низкая. Отсутствие двигательной активности. Конечно. Это все может устранить сам человек, как минимум, и улучшить свое качество даже жизни, что немаловажно. И сейчас этот термин, я думаю, все чаще и чаще появляется, как и в научных статьях, так и в нашей жизни, для того, чтобы, в общем-то, мы соответствовали этим всем параметрам и терминологии. И кроме этого же, опять-таки, о чем мы с вами, я думаю, уже красной линией на протяжении наших двух разговоров идет, это соблюдение как рекомендации врача, так и прежде всего диспансеризации. Потому что без диспансеризации мы не сможем, в общем-то, помочь пациентам, людям. И когда, в общем-то, наши пациенты к нам приходят, бывает уже очень запущенная стадия. И если на первом этапе мы можем помочь просто, грубо говоря, таблетками, то на последнем этапе, когда уже у нас будет распространено атеросклероз, нам уже придется даже вмешиваться не с тентами, а уже открытыми операциями, наложением шунтов, протезов и другими, в общем-то, открытыми методами лечения. Поэтому чем раньше придете, чем раньше, в общем-то, мы начнем диспансеризацию вместе с вами, увидим проблемы, тем, в общем-то, проще это все будет вылечить, и тем здоровее будете вы. Спасибо большое, Леонид Витальевич. Очень такой хороший разговор получился. И самое главное, очень полезный. Я думаю, наши телезрители то, что нужно было, все услышали и возьмут, как говорится, на заметку себе. Спасибо большое, Леонид Витальевич. Спасибо вам. Ну что ж, я всем желаю здоровья, успехов, удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин